Явление Божьей Матери по всему миру и так далее и так далее, может ли это быть явлением русских богинь Лады, Макоши и так далее? Во-первых, то, что являлись кто-то и что-то, это не значит, что это являлась Богоматерь и так далее или кто-то другой. Во-первых, видели только те, кто могут видеть. Кто читал, это знает, да? Другие люди, которые приходили, ничего не видели. С чем это связано? Это просто люди чувствительно другим уровнем могут видеть эти уровни. И если когда сущность появляется, они ее видят. Только если человек воспитан в христианской вере, то он увидел женщину, сущность женскую, то тут же объявляют, что видит Божью Матерь. Я вам приведу пример такой. Там, где во Франции есть у нас место, замок. Так вот, недавно была такая, что там паломничество началось. Почему? Две девочки местные увидели Божью Матерь. Рядом. Это просто сущность, Светлана ходила, они ее увидели. Ну, дети как? У них воспитан на этом. Значит, увидели женскую сущность. Кого же могут видеть? Божью Матерь, да? И там началось паломничество вокруг этого места. Там две девочки видели Божью Матерь. Вот как церковь поздневежествовал людей. Если автобиографию мы читали, первый том, по крайней мере. Там приводил пример. Когда в Киеве я встретился с женщиной, которая увидела меня, была в шоке. Потом, так сказать, объяснилась тем, почему она была в шоке. Потому что, так сказать, она была в состоянии клинической смерти, и ее вернули в тело и сказали, это не твое время, иди, так сказать, и лечи людей. Она вернулась в жизни, она просто яд приняла, и, так сказать, все это расщепилось в ней, и так далее, и так далее. И после этого она стала верующей. Почему она была в шоке? Потому что, когда увидела меня, узнала того, кто ее вернул в тело. Она думала, Господь Бог вернулся. Она сказала, нет, я разочариваюсь. Я не Господь Бог, я даже не ангел. Я просто человек. Поэтому, так сказать, невежество людей, непонимание того, что происходит, приводит к тому, что появляются такие идиотские интерпретации. Что сущность женскую видели какую-то, это обязательно сразу Божья Матерь. Если вернули в тело и сказали, или Господь Бог, или ангел возвращал, и так далее, и тому подобное. Понимаете, здесь связано с тем, что людей скрывают, не дают людям полное понимание реальности. Это реальные все уровни Земли. Это не какое-то там что-то. Это одна планета, имеет несколько этажей. На этих этажах существует жизнь. Между этими этажами существует активное взаимодействие. Это реальное взаимодействие. Вот если людям объясняют это правильно, вот такой ахинеи никогда не будет. Если видят сущность кого-то, то не будут кричать, что Божья Матерь или Господь Бог появился. Потому что именно невежество позволяет именно религии процветать. Потому что, я говорю, как пример с Светланой, объявили, так сказать, святым местом сразу. Ну, я не против, она действительно хороший человек, отчина. И заслуживает такое, ну, в любом случае, не Божья Матерь. Так, следующий вопрос. Спасибо.